МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало месяца Рамадан. Первые поздравления и первый ифтар на территории главной мечети Республики. Подробности через несколько минут. Наши последующегося деревни... Отчитался и отчитал. Сергей Меликов выступил перед депутатами Народного собрания с отчетом о деятельности правительства за 2021 год. Болгаркой по трубе. В Махачкале газовики отключают абонентов за незаконные врезки. Уникальная операция. Дагестанские хирурги удалили у пациентки гигантскую опухоль. Здравствуйте. Это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем в выпуске. И, разумеется, начнем мы, пожалуй, с самого главного события недели – начало месяца Рамадан. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди поздравил всех мусульман с этой знаменательной датой. Дорогие братья и сестры, Рамадан – это время добрых дел, очищения, терпимости и милосердия. Прошу Создателя в это сложное время укрепить наши сердца, очистить разум и исцелить от недугов. Да поможет нам Всевышний провести это благословенное время в наилучшем поклонении. Прошу Всевышнего принять все наши посты, даровать нам терпение, сделать для всех нас благословенными эти священные дни, а также избавить нас от бед и смут нашего времени, говорится в тексте поздравления. И в продолжение темы священного месяца Рамадан, Ифтар на территории центральной джума-мечети Махачкалы традиционно собрал тысячи верующих. Примечательно, что расходы на организацию первого разговения взял на себя руководитель республики Сергей Меликов. О том, кто в числе первых посетил самый большой шатер Рамадана республики, расскажут наши корреспонденты. Коллективный Ифтар – один из радостных моментов для мусульман всего мира. Это не просто вечерняя трапеза, но и возможность познакомиться и укрепить узы братства. Во дворе джума-мечети свои двери распахнул шатер Рамадана. Почетным гостем в день открытия стал шейх Ахмад Афанди. Муфтий Дагестана поздравил собравшихся с началом священного месяца, а также поблагодарил фонд Инсан и главу республики Сергея Меликова за организацию вечернего разговения. Хочу несколько слов сказать адрес главы республики Сергея Алимовича Меликова за то, что он первый Ифтар на себя взял. Он без внимания не оставил мусульман. Этот месяц такой священный месяц. Дай Аллах ему побольше возможностей, чтобы он служил народу Дагестану, чтобы он побольше пользу принес Дагестанскому народу, чтобы он любил Дагестанский народ. От имени Сергея Меликова к верующим обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. Для нас, для мусульман, это особенный праздник. Это возможность не просто сосредоточиться, внутренне очиститься, но еще и внимательно посмотреть, как и что мы делаем вокруг себя и насколько мы можем быть еще и полезны для нашей Родины. А чтобы мы сосредоточились на то, чтобы усилить, улучшить и сделать так, чтобы любой человек, который сюда к нам приезжает, хотел вернуться и всегда говорил только с трепетом. И о нас, о дагестанцах, и о нашем красивом крае. Благотворительная акция «Шатер Рамадана» проводится уже 10 лет. В течение всего священного месяца каждый день разговляться здесь могут более 3000 человек. Накрыть столы, разнести порции с ароматным пловом и убрать посуду после ифтара помогают волонтеры. Мы с двух часов здесь, и мы помогаем нарезать, пасовать финики, воду, нарезать овощи, фрукты, все, что нужно. Я уже второй год здесь, с прошлого года. А атмосфера нравится? Да, очень нравится атмосфера, и поэтому, иншалла, весь месяц тоже буду ходить. С первыми звуками азана верующие разговляются водой и финиками. Затем, совершив вечернюю молитву, приступают к коллективной трапезе. За одним столом собираются люди разных возрастов и профессий. Здесь мусульмане чувствуют атмосферу братства и взаимопонимания. Как всегда прекрасно, во всех мечетях и здесь, везде так прекрасно. Всегда прекрасно, люди от души покушали. Все, наверное, изнаформация и братские узы укрепляют. Ну, конечно же, по-любому, собираться надо. Это же сунна. Обстановка здесь отличная, атмосферная, нормальная, четкая. Здесь, короче, альхамдуллах, у кого бы я здесь не спросил, все комментируют конкретно, говорят, альхамдуллах, все, проходящие сюда, довольствуют того, что есть на столе. И говорят, альхамдуллах, говорят, шукру Аллаху, говорят, есть. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На неделе состоялась девятая сессия республиканского парламента, где с отчетом о работе дагестанского Кабмина за 2021 год выступил глава региона Сергей Меликов. Показатели небольшие, но они все же есть. Проблемы все те же и связаны они со слабым освоением средств по национальным проектам, земельным вопросам и ситуацией вокруг ресурсоснабжающих организаций. Вместе с тем есть и успехи. На ключевых моментах доклада главы остановилась Асель Манапова. Ей слово. Все не очень хорошо и не очень плохо. Цифры небольшие, но исходя из условий, в которых приходилось работать правительству, результат нормальный, считает Сергей Меликов. Свой отчет о деятельности республиканского Кабмина глава региона начал с короткого экскурса в предысторию. В частности, пандемия, ограничения, новые министры. Все это требовало времени для качественного выстраивания эффективной работы. Тем не менее, руководитель Дагисана высказал и недовольство работы чиновников по отдельным направлениям, а конкретнее по нацпроектам. Когда контракты заключаются в четвертом квартале, мы получаем вот такие цифры, что по итогам года их исполнение составило 73%. Тогда у меня вопрос, а зачем заявляться на 100? Давайте заявляться на 75. Зачем заявляться на федеральные средства, на те деньги, которые мы не можем освоить? Но мы же под них даем обещание населению. Мы говорим населению, что будет построено 10 школ, а строим 5. Мы говорим, что будет построено 15 детских садов, а строим 8. А потом мы удивляемся, почему у населения нет доверия к власти. Потому что власть ведет себя прежде всего непрофессионально и некомпетентно. Далее речь зашла и о хорошем. Аграрии республики собрали в этом году рекордное количество риса – 115 тонн. Но при этом Меликов отметил отсутствие в республике возможности эффективного и выгодного сбыта собственного продукта себе же на пользу. В основном производителям региона приходится при реализации действовать через посредника. Причем это касается и плодовых культур, которые в Дагестане произвели 195 тысяч тонн. Беда в том, что все они ушли на сторону. Говоря коротко, садоводство развивается, но сбыт идет через сторонних операторов. Качество нашей продукции очень высокое. На оптовых базах мы могли бы принимать и хранить продукцию, поступающую из других государств, потому что коридор Север-Юг, еще раз повторюсь, говорил уже об этом, становится единственным легитимным маршрутом для общения с зарубежными странами. В этом отношении мы сможем развивать морской порт, мы сможем развивать грузопассажирские перевозки в аэропорту, потому что у нас будет где хранить, где замораживать и как отправлять. Неважно, обстоят дела и в животноводстве. И это при том, что Дагестан сохраняет за собой статус одного из лидеров в этой сфере по стране. По словам Меликова, ежегодно из регионов другие субъекты России и на экспорт вывозится около 15 тысяч тонн мяса живым и убойным весом. Проблема в том, что в республике нет ни одного перерабатывающего завода полного цикла. Производство должно быть налажено на месте, подчеркнул в своем докладе Сергей Меликов. Но и тут мы сталкиваемся с кучей проблем. Есть инвестор, готовый вложить в проект деньги. Упираемся в земельные вопросы. С этим в Дагестане годами никто не разбирался. Сфера земельных отношений в республике самая запущенная. У нас имущественные отношения сегодня не позволяют определить участки земельные для реализации крупного инвестиционного проекта, как вблизи населенного пункта Вадан, под проект, дающий возобновляемую энергетику. Крупнейший проект в стране, который мы хотим реализовать, поставив там солнечные батареи, упираются в мнение одного частника. Давайте мы это до этого частника подвинем. Что лучше сделать? Подвинуть участника, у которого там свои амбиции или интересы? Или подвинуть инвестиционный проект на сумму более 30 миллиардов рублей? Давайте положим на чашу весов вот эти истории. Говоря о проблемах энергообеспечения региона, Меликов подчеркнул, что Дагестан давно перестал производить энергетические мощности. Потому как сам эти мощности и съедает. Огромное количество незаконных майнинг-ферм лишнее тому подтверждением. При этом глава заверил, что в энергетической и газовых сферах будет наведен должный порядок. Соответствующие соглашения с Газпромом и Россетями уже достигнуты. Одной из важных отраслей экономики является топливо-энергический комплекс. Исходя из этой позиции, с первого дня пребывания в должности, я определил правительству республики приоритетные задачи решения накопившихся проблем в данной сфере. Правительством были проведены системный анализ ситуации с выработкой и потреблением электроэнергии. Инвентаризация фактического наличия и юридического оформления права на объекты электрохозяйства. На данном этапе имеется существенный дефицит генерирующих мощностей, что не позволяет покрывать собственной электроэнергией потребности экономики республики. Могу еще раз прочитать и довести, что сегодня у нас имеется значительный дефицит генерирующих мощностей. Почему мы и идем на разработку и реализацию инвестиций, в том числе связанных с использованием эксплуатации возобновляемой энергетики. Почти за два часа своего выступления Сергей Меликов затронул все сферы экономики республики, включая вопросы уборки мусора, создания единого оператора водоснабжения с единым расчетным центром для удобства населения. Подводя итог своего выступления, глава региона отметил, что в 2021 году власти республики изучали возможности и искали пути. Теперь задача по этим найденным маршрутам – комплексно идти вперед и развиваться. В Дагестане создадут фонд помощи семьям погибших военнослужащих. Об этом сообщил Сергей Меликов на встрече с родственниками военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Украине. Власти региона внесут на его счет первые 50 миллионов рублей. Также по линии Министерства труда и социального развития республики для семей погибших предусмотрен еще ряд компенсационных выплат. И пусть кто-то после этого попробует сказать, что у нашей молодежи, у наших ребят не чувство патриотизма. Наши военнослужащие показали это не только защищая нашу страну на тех рубежах, где они оказались. Они показали всему миру, что в критический момент отважные сыны Дагестана будут насмерть стоять за нашу великую родину. Мы всегда будем помнить наших сыновей, павших при исполнении боевых задач. Семьи, родители, дети, родные, близкие, всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены, поверьте мне, нашей заботой и вниманием. В соответствии с указом президента Российской Федерации, 5 марта номер 98, Каждому военнослужащему, погибшему при выполнении специальной военной операции на территории Луганской, Донецкой народных республик и на территории Украины, выплачивается материальная помощь в размере 5 миллионов рублей с учетом каждого члена семьи. Чтобы была ясность, к членам семьи погибшего военнослужащего относятся родители, супруга и дети. До исполнения 18 лет, если дети обучаются в образовательных учреждениях высшего или среднего профессионального образования, то и на них до исполнения ими 23 лет. Страховая компания САГАЗ в соответствии с приказом министра обороны выплачивает страховую выплату в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей всем членам семьи в равных долях. Также страховая компания САГАЗ на основании приказа министра обороны выплачивает единовременные выплаты в размере 4 миллионов 452 тысяч рублей в равных долях всем членам семьи. На основании федерального закона 306 из них выплачивается денежная компенсация в размере 20 тысяч 779 рублей всем членам семьи с учетом военнослужащего в равных долях, которые назначаются военным комиссариатом. Журналистам удалось пообщаться и с родственниками военнослужащих. Отец погибшего в ходе спецоперации в Украине Гаджибрагима Гаджиева заявил, что гордится сыном, который был верен присяге до конца. Когда родился мне сын, я знаю, что он когда присягу принял, он должен защищать свою родину. Дай Бог, остатник, который у него остался, маленькие дети, пятеро, чтобы его вместе так снял и мог достойно защищать свою родину. В Махачкале прошли рейды сотрудников компании «Газпром» газораспределения Махачкала по выявлению незаконных подключений к газопроводам. Как утверждают представители компании, в столице ежедневно выявляют и пресекают десятки фактов самовольных врезок. Однако проблема не сходит с повестки дня. Какие санкции грозят нарушителям, выясняла Ларьяна Шамхалаева. Газпром Ежедневно сотрудники «Газпром» газораспределения Махачкала проводят выездные инспекции по выявлению и устранению несанкционированных врезок. Нарушения зафиксированы в жилых домах по улице Газпромная и Гобцахская. Близ многоэтажек газовые трубы поросли камышом и усыпаны песком. Для некоторых врезок и вовсе использовали пластиковые трубы и резиновые шланги, предназначенные для воды. Помимо этого у хозяев квартир нет договоров на поставку топлива и технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Хотел бы обратиться к гражданам и сказать, что прежде чем покупать квартиру или частный дом, надо обратить внимание в первую очередь на наличие всех документов, в первую очередь газовых, по электричеству, чтобы потом в дальнейшем не возникало никаких проблем с отключением. Потому что в зимний период времени жителям очень тяжело. Мы в целях безопасности, думая о гражданах в первую очередь, отключаем эти дома, чтобы избежать аварийных ситуаций в городе. Специалисты отключают дома от природного топлива, применяя сварочные работы. Но, как показывает практика, жители находят новые способы подключиться к газу. Почти во всех случаях делают они это, грубо нарушая правила безопасности. Последствия могут быть летальные, утечка газа, смерть от удушья и взрывов. Самовольщики рискуют не только своей жизнью, но и безопасностью соседей. Такие мероприятия проводятся ежедневно. В среднем в день выявляется и отключается около 30 домов, в том числе и многоквартирный, и частный сектор. При выявлении самовольных подключений действия по отключению данных домов проводятся незамедлительно, без предупреждения. С начала этого года в Махачкале выявлено более 420 фактов самовольного подключения к газораспределительным сетям. Собственники понесут не только убытки в виде штрафа, но и могут лишиться свободы сроком до 5 лет. Ларьяна Шамхалаева, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала. Врачи Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале не перестают приятно удивлять. На этот раз нейрохирурги удалили гигантскую опухоль головного мозга. В больницу поступила пациентка со злокачественным новообразованием площадью 56 см. До таких размеров оно выросло буквально за несколько месяцев. Нейрохирурги с высокой точностью удалили опухоль, сохранив при этом жизненно важные сосуды и избежав большой кровопотери. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции. При осмотре было обнаружено объемное образование очень крупных размеров. Это гигантская опухоль. Мы в своей практике очень редко видим такие случаи, когда вот таких вот размеров образования головы. Подобную операцию, по крайней мере, на своей практике мы впервые выполняем. При обследовании по данным МРТ и МСКТ ангиографии было видно, что опухоль кровоснабжает много таких крупных сосудов. И, конечно, во время операции была вероятность того, что будет большая кровопотеря. Помимо всего этого, опухоль была проращена с синусом, верхним сагитальным синусом, так называемый сосуд, крайне важный в головном мозге. Но во время операции удалось сохранить и синус, удалось сохранить такие крупные сосуды. На неделе делегация Дагестана приняла в участие в форуме «Северный Кавказ-2022. Меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций», прошедшем в Пятигорске. Инициатором мероприятия выступили аппарат полупреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, Министерство экономического развития России и Северо-Кавказский федеральный университет. На площадке форума собрались представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества и банковской сферы, а также институтов развития. Участники обсудили широкий спектр вопросов, связанный с поддержкой сельского хозяйства, промышленной, строительной и транспортной отраслей, а также сотрудничество регионов СКФО в области индустрии и гостеприимства в условиях санкции. В продолжении темы сюжет наших корреспондентов. Делегацию Дагестана возглавил председатель правительства республики Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. В рамках форума состоялось пленарное заседание, где выступающие отметили, что главной целью мероприятия является усиление и расширение открытого диалога органов власти и бизнес-сообщества. Да, сейчас Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами ее устойчивого развития. Они возникли из-за введенных недружескими странами и их статистическими ограничениями, прекращены процессы финансовой интеграции и производственной кооперации, международной торговли, остановлен импорт научных разработок и технологий. Но невзирая на введение все новых и новых режимов санкций, на территории Северной Кавказа сохраняется устойчивая социально-экономическая ситуация. В каждом регионе есть свои специфические векторы экономического развития и, соответственно, наиболее пострадавшие отрасли. Сегодня бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении нынешних проблем. Поэтому поддержка частной инициативы остается одной из приоритетных задач всех субъектов СКФО, в том числе и Дагестана. Самое главное для нашей республики условия внешних санкций, чтобы наша экономика стабильно развивалась. И, соответственно, при стабильном развитии нашей экономики будет обеспечена продовольственная безопасность, будут сохранены все рабочие места и, соответственно, будет создаваться и продукция тоже. С нашей стороны мы тоже докладывали, какова у нас ситуация, какие меры приняты в республике Дагестана по устойчивому развитию нашей экономики в условиях санкций. Но в связи с тем, что у нас в республике мелкоконтурное хозяйство, прежде всего в агропромышленном комплексе, а 21% всего регионального продукта, производимого в республике, составляет продукция агропромышленного комплекса, у нас никаких практических проблем по обеспеченности продукции питания и по обеспеченности продовольственной безопасности не будет. Работа формы продолжилась в формате круглых столов, где в обсуждении проблем приняли участие руководители министерств, ведомств, депутаты и представители бизнеса. В частности, поднимались вопросы развития туризма. Дагестан среди регионов, на которые направлено основное внимание в этом направлении. В этом году на реализацию мер поддержки туристской инфраструктуры республики СКФО выделено более 3 миллиардов рублей. Вводятся новые щадящие ставки НДС для гостиничного комплекса и продолжается реализация программы «Туристический кэшбэк». Ряд мероприятий, в которых мы участвовали за последнее время, мероприятиях, направленных на продвижение нашего региона, как туристической локации. Я думаю, все это комплексно приведет к большому росту туристического потока. И, безусловно, та задача, которая перед нами стоит, которую перед нами поставил глава республики, это улучшение и увеличение туристической инфраструктуры республики Дагестан, улучшение ее качества. На форуме были также обсуждены вопросы поддержки сельского хозяйства, промышленной, строительной и транспортной отраслей. Активное участие в нем приняли представители бизнес-сообщества Дагестана и депутаты Народного собрания. Я считаю, Дагестан находится сегодня в более выигрышном логистическом и геологистическом положении, чем другие республики СКФО. И здесь очень важно сегодня поймать вот эту нить и оказаться первыми в этих проектах. То есть в строительстве хабов, в строительстве новых логистических узлов, во взаимодействии со странами дружественными нам Азербайджан, Средняя Азия. То есть сотрудничать с так называемыми третьими странами. Использовать опыт Ирана, который долгое время находится в санкциях. Использовать минусы и плюсы, что дает. Я вам хочу сказать, что я была в прошлом году в Иране. И независимо от санкций, в Иране очень многие виды отраслей процветают, развиваются. В правительстве Дагестана создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости развития экономики с учетом внешних факторов. В его работе принимают участие как представители власти, так и бизнес-сообщества. Иначе говоря, республика прорабатывает точечные меры по поддержке экономики и бизнеса. А на этом форуме им удалось обменяться опытом с коллегами из других регионов и получить ценные советы. Карим Даниев, Асель Монапова, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Пятигорск. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова